здравствуйте здравствуйте всем кто смотрит у нас 6 и 3 ветер 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 северный холодный машина на покраске вчера это чудик там в комментариях а чего же продал избавился с таким ядом опять пришлось забанить мерзавца не люблю которые там подколоть любят машина друзья мои у нас проблема с dpd компании 4 числа еще бампер должен был прийти они из челябинска увезли его в москву сейчас он в москве вот я отслеживаю там у них ну примерно где они показывают в москве и потом в киров повезут можно было челябинска за 2000 сразу же они за 3000 увезли до москвы сейчас за тысячу еще до кирова повезут ну и дпд бестолковой компании и четвертого не уложили срок и машина стоит она ждет бампер у меня бампер придет отдадим и вернут автомобиль а я мы в деревне сходим так что в киров мы не едем безобразие не могу машину мне так то без разницы там видео друзья мои спросили как у тебя фильтра поживают я забыл показать итак а многие видать на канале недавно спрашивают вообще как дома реализован водопровод водоснабжение показываю из скважины выходит труба запорная арматура стоит видим дальше поднимаемся грубой фильтр грубой очистки самопромывной между прочим промывать можно стоит давление у нас системе поставлена 2 и 8 2 и 7 вернее поставлена на призыв регулирует частотный преобразователь нему вернемся фильтр грубой очистки это вторая степень очистки у нас ты 1 на насосе стоит кто 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 был на канале видели мы устанавливали на насос фильтр если сейчас я найду вставлю на насос фильтр мы 1 устанавливали это у нас вторая степень очистки идет фильтр стягиваться хомутиками все уже никуда не денется так вот это все делается такой фильтр подниматься частотный преобразователь у нас стоит не релюшки такой частотный преобразователь стоит но неприлично мне спросили почему ты дмитрий такую скважину дорогая вам у тебя обошлась вроде скважины там 60 рублей и все неприлично ребята дорого стоит вот этой штуковина цены вставляю все это у нас идет питание к нему и управление это питание идет управление на насос пошло отсюда вот он идет насос и пошло так что тут у нас сейчас у нас главное меню стоит на частота у нас насос сейчас выключен давление в системе 2 и 6 и все тут целый компьютер у нас управлять можно но сюда без определенных знаний вам лучше не лазить дальше у нас идет стоит маленький расширительный бак вот такой для чего он нужен он от гидроудара только когда вы резко сейчас же краны шок шарового типа вот такие да раньше были советские краны которые медленно перекрывают с прокладками они запорным вода бежит вы прикиньте закрывает медленно и напор воды останавливаться сейчас же вы шаром баху закрываете и у вас вода бежит дух шар стукается и пошла обратно и чтобы здесь все не выбило вот ставится компенсатор для гидроудара компенсирует гидроудары упруга не только жидкость текущая в трубе упруги и стенки трубы быть может не в такой степени как резиновый шланг но достаточно чтобы влиять на процесс распространения волны гидравлического удара при гидравлическом ударе максимальное давление в трубопроводе превышает нормальное гидродинамическое давление установившегося течения на дополнительное ударное давление ударное давление пропорционально плотности жидкости в трубопроводе скорости ее течения до удара и скорости распространения вдоль трубопровода волны гидравлического удара как влияет упругость стенок на скорость распространения волны в трубопроводе с абсолютно жесткими стенками эта волна распространяется со скоростью акустических волн в жидкой среде для трубопровода супругими стенками скорость такой ударной волны меньше но все же доходит до 1000 метров в секунду в кранах на дышевой кабине у нас где там водопроводе сюда все он принимает на себя все гидроудары вот эта штука давление создает вот эта штука чем чем она хороша долгие теоретические выкладки не буду говорить но здесь нету перепадов давления хоть вы две разборные точки два крана откроете три крана откроете он всегда будет держать вам 2 и 6 атмосферы не будет перепадов никогда одна всегда струя идет хоть сколько кранов открыто штука вообще классно но стоит ребята так показываю дальше заходит это у нас от гидроударов тоже перекрывается все запорная автоматура стоит дальше идет до фильтров у нас идет полив огорода сейчас он перекрыт это у нас на улицу баню в баню потом еще сюда на улицу в общем выходит сделали до фильтров потому что и фильтровать не надо это поливная вода дальше у нас идет два фильтра big blue 20 спрашивают грязь есть ли фильтрах сами делайте виводы фильтры чистые чистые фильтры никакого не осадков ничего нету все четенько надо запасных купить между прочим съездить потом в киров вот такие сказали тряпчатые не бери бери полиуретановый полиперепеленовый наполненная не лучше 10 микрон в обе стоят стояло 20 и 10 микрон и поставил оба 10 микрон и все через них сначала через один идет потом через другой фильтруется видим все замечательно не грязи ничего нету стоят они у нас уже не помню сколько дальше после них тоже все перекрывается если обслуживать надо да мы закрываем так если нам обслуживать надо мы как их обслуживаем то вообще вот здесь я перекрываю мы здесь чем можно не прикрывать там что вода не сливала здесь перекрываем здесь перекрываем до давление здесь тоже перекрывая чтоб не шло сюда чук и все откручиваем соответственно имени и все и пошло у нас на кухню ну и на кухню у нас все туда пошло душевая кабина водонагреватели на кухне разбор вот эта основная ветка у нас идет вот такая чик не знаю почему уголок поставили ребята походу у него такие кончились можно испаять было а может для того чтобы разборную было если убрать на виде перекрываться на зиму и у меня еще подполье стоит нам показывал тоже кран еще стоит один вот так система сделана дома кому на заметку никаких релюшек взяли сделали подороже но компактно никаких расширительных батьков потому что это все у нас комнате стоит у нас отдельной котельной нету у нас это один в комнате в квартире это все стоит вот такие дела все видно и так были ветер такой сегодня у нас будет покажу какую тачку сделал у нас товарищ о сколько я по деньгам обошлась около 20000 чуть поменьше так сразу же смотрим по прицепу смотри не более на у тебя надежно такая это у тебя уголок до поворотами не мешает не зацепляешь борта смотри не чик борт откидной и даже что проспуски возить большие эти вот продаются отдельно на такие штуки отчет их на болты не сделал прихватил а а вдруг я не у тебя сломается как меня это ваш не сломаются вода я тоже открывается вот это как на моей тележке также чик открываешь сюда можно распуск и длинные досочки а цепи да да упорчики сделать потому что один ты не поднимешь его с песком все равно на все сделано вот мне вот такие штуки на у мои поставить были номера спират и я тоже это такая же фанера ты только перевернула но она у тебя каркас пущена это уже борта а чё брызговики не сделал а пока не мы сделай тоже все прикольно вот потом где на заглушки суда купить пластиковая тоже еще это концептуальное решение не доделано вот эта вещь ну как вам пацаны колесище да у тебя конечно не прыгает ничего на идет на низких давлениях шины отлично я уже и грузил ее короче другая смотри она у тебя покрасил тогда грамотно сразу придается вот такие у нас тут мастера живут а то хрен купишь такую а если купишь она наверно сейчас стоит да саня море денег ну при желании можно и откидную сделать там шарниры только чик и все но человек не стал потому что решил что все равно она тут ни к чему в принципе да она если знаешь откидная нужна будет заезжать на нее что-то а так я тоже не пользуюсь я все равно не скинуть так ось у тебя как реализовано крепление о так у тебя еще какие-то барабаны от чего-то атаки ось все-таки так то там внизу смотрения как реализовано конечно сделано ха ха мощно заводская не такая заводская все попроще атакую игрушку вам сегодня хотел показать самоделку вещь мусорная реформа у нас тут бачки забрали помните стояли бачки оператор сменился район поставили три бачка и вчера камаз приходил буквально перед обедами видел забирал сцены клиента ты че тут роешься помните мы проходили у на авиатского мирным завода я говорил чистота порядок там кабинки сделан у нас смотрите какой срач чего случилось у тебя котик иди сюда есть и хочет ничего вкусного не да у нас три бачка на каждый день наверно убирать это есть еще место безобразие и пойдем там пройдем вроде ухоженный хозяйский или чуть-чуть через почту пройдем по местный житель тут профессионального оброшайка сейчас мы еще это анатолий борисович да срач такой конечно это прибирать вот безобразием технологии нанотехнологии где их тогда покрасим шустав у нас такой тут деятель был жкх главный не охота была закрывать их он на всю зиму и покрасил сказал что данного технологии и трубы голые стояли все сховали иду мимо дома отливы тут интересно сделано потом также на юль сделать загибом у нас просто сделаны у дома раз и на фундамент и свисают видишь их на загибом делать здесь грамотно что фундамент не оцаревал сейчас наверно дорого это стоит железо такое не дешманская так весна коты гуляют это кот это кошка веселые такие не это да кот видно такой какой-то бандитский кот то весь из утра к алексею леонидович и приехали как обычно у него тут шумно и народу на уже колесики загрузил первый рейс час второй сделала опанька автобусы сломались алексея леонидович здравствуйте друзья не стал и час ждать время деньги потому что много рейсов на делать сейчас мы колеса перекидаем и за вторым рейсом поеду поздоровайся саша пуски городовой секундочку сейчас мы эти колеса отставим эти четыре забери я уж показывал у нас тут поток в гараже вселенский вселенского масштаба а вот эта резина у меня на саньонг летние мтш на сезон уже откатал чутенько всем можно тоже на на это забросить я может тут поставлю не знаю смотреть а может саньонг продадим вообще зачем мне две машины хотя автомат конечно по городу кайфу по городу друзья мои кайфово так и это здесь все покажу вам колесики вот это серьезная заявочка друзья мои антенна вот так она вот стоять но как у моего это у меня на l200 стоял тоже на view l200 когда продавал снял себе оставил дядя говорит оставь пригодится пригодилась вообще классно резина все катаю не тяжело я думал тяжелее будет гораздо но и нелегкая 4 колесика закинем все грязь наша до тебя перетаскаю секунду некоторые люди мне описали в комментариях поставь кунг на nissan вот эти все крышки все эти кунги для пикапа это зло ребята да и из пикапа делается просто седан седан баклажан понимаете так мне это считано и таки да и вот не было бы крышки его так стоя в ряды поставил меня бы больше влезла понимаете в чем проблема шляпа это открытый кузов для этого и пикапа должен быть здесь так и покупалась только из-за этого так бы снял пикапа чуть не уехал гараж на не закрыл вся вся гараж закрою и дядя лёша где-то мы уже на подъезде на подъезде надо потом у него забрать вот резину которая не нужна чтобы она в гараже ему не валялась не мешалась этот момент обгородим обговорим обгородим не васик тут приехал смотри как разобрать пружины как крути крутили не получается а как вы засадили их да никак и были куплены 1 1 1 разорвать ты чубля не новый на одну машину не так она он соскучится это вот как разорвать на одну машину и лебёдочкой не еды выкручивая выкручиваться на все встало и либо нет ее наоборот на за грудь и вот закрути сейчас ее и не выкручивая не оборот я сделай вот и мы запутались как сделать что на сделать а закручивать туда и внутрь она витки встанет и выйдет так вот мы теперь и обратно то собрать не можем мы идет иначе раскручивать на буду доставать мне раскрутили каким-то лишим японский городовой очень наделали да вот-вот все есть предложение как пружины разорвать болгарочкой еще один были такие предложения поступали на она почему-то мы не можем собрать опирается актере скручивать обратно скручиваться на друг другу вон там чуть чуть не зацепилась нет вообще кипятку погоди это наверно думать все вы менять вот это на это разницу почувствовали ребята ничего не могу сделать к менеджеру кто продал действительно визите скажи давай нам распутывай вот как хочешь всю краску и старапали весь товарный вид баллончиками подкрасим не заметит клиент клиент свой человек клиент не возражает результат вот такие трудности в шиномонтаже у нас купили не посмотрев сейчас посмотрю как они раскрутят подожду верни вот эти пружины не будут меня и сломаны а вот здесь одна то усиленно уже стояла но ее тоже сломала видно диаметр разный мы обратно решили закрутить вот она как завода было так все все она должна достаться как-то она они друг друга вставлены по виткам смотри чтоб совпадала а все доставай так где не достается это что-то упирает лечу у везде да сначала один на крыше стало чуть раскрутим в серединке их просто вложили в друг друга вы че-то тут намудрили вот сейчас выкручивай по этим а их можно вот здесь лег вставили то и закрутили в другу чтобы не выпадывали я тебе говорю ты на начало сделай и поначалу иди да вот смотри где у тебя сейчас попадает стоп сильно да не делай чего я сейчас мешает 2 в 2 витка да как иди ты должен был вот это будет передать сюда обычно вставляют друг друга пружины чё и так раз проверну они держатся все сделали так мучились бы в общем лег сделаешь так ты меня звонить нашли разоберу пока все 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 пойду пообедаю сегодня завтра колеса заберу но резину старую выброшу гараж а это будет алексея ждать своего часа я думаю выходные все равно подойдет у нас бампер все в следующей неделе на машину заберем уже все готово будет пока все пойду обедать и увидимся а а а а а а а а Продолжение следует...